Прошедшая Масленица действительно стала самой массовой за многие годы. Это отметили не только первые лица округа, но и сами жители. Мероприятие состоялось на шести площадках. Гостей праздника ждала большая развлекательная программа. Это концерты, народные игры, забавы, конкурсы и состязания. А посетителям Центрального парка удалось еще и бесплатно насладиться главным блюдом Масленицы. Там раздали более трех тысяч блинов. Дорогие друзья, поддерживаем наших участников! Ваши аплодисменты! Самые смелые, сильные, здоровые, крепкие! Вот так горячо и резво открыла широкая Масленица в Люберцах. На традиционный масленичный столб сбирались отчаянные смельчаки. Несмотря на мороз, всеми силами отвоевывали ценные призы. Старт народным гуляниям дал Владимир Ужицкий. Сегодня желаю всем хорошего настроения, веселья, отдыхайте, набирайте сил. Сегодня я хотел бы вам пожелать искренне благополучия, здоровья, радости. И искренне желаю вам сегодня хорошего, такого веселого, праздничного дня. Именно такими и получились проводы зимы. Все шесть парков Люберецкого округа в этот день превратились в сплошную масленичную ярмарку. С народными песнями, хороводами и выступлениями фольклорных коллективов, которые съехались на праздник со всей страны. Масленица – это самый лучший, один из самых древних наших праздников. И сохранение наших традиций – это самое главное. Поэтому, дорогие друзья, всех с праздником, приходите к нам, выходите гулять. Каждый житель на празднике мог найти себе развлечение по вкусу. Программа народных гуляний в Люберцах была богата и разнообразна. Это и интерактивные выставки ремесленных промыслов, и ярмарка с тематическими товарами, и хендмейд – изделия от люберецких мам. Мы поздравляем всех с Масленицей. Это действительно очень хороший праздник, веселый, поднимает настроение. Все улыбаются, все поют веселые песни. Желаем всем, самое главное, здоровья. Ну и всех, чтобы все получалось в жизни. Настоящий праздник живота, души и солнца. Традиционно в этот день отмечать Масленицу вышли просто тысячи люберчан, свежий воздух и, конечно, мастер-классы. К примеру, те хозяйки, которые, ну, допустим, не научились готовить блины, могут этому научиться. Да. Скажите, что самое главное в приготовлении блинов? Самое главное – хорошее настроение и хорошее тесто. Это две составляющие успеха, без которых блинов не будет. Даже если блин получился комом или подгорел, если его делать с любовью, с шуткой, все равно он будет вкусный, и родные с удовольствием его скушают. Так в этот день можно было не только посмотреть, как пекут блины, но и на практике освоить тонкости – приготовление главного блюда Масленицы. Пошел, пошел, пошел переворот. Ура, какой красавчик. Самый вкусный, самый красивый блин на Масленице. И все, сейчас переварю. Ароматное и свежевыпеченное блюдо также досталось счастливчикам во время концерта. Только в Центральном парке на Широкую Масленицу раздали более трех тысяч блинов. К ним подавали чай из настоящего русского самовара на дровах. Поистине Широкая Масленица сегодня в городском округе, во всех парках. Посмотрите, сколько народа, какое веселье. Здесь и народные традиционные забавы. И что я заметил, год от года все больше и больше людей, участников. Сколько детворы, которые тоже перенимают опыт народного промысла. Кроме того, на крупных площадках округа организовали настоящие реконструкции средневековых боев. Гости мероприятия могли поддержать оружие прошлых лет и пообщаться с воинами. А от ледяных горок в Наташинском парке у Люберчан захватывало дух. Там жители ловили уходящую зиму за хвост и наслаждались снежными забавами. Мы на горках катаемся, Масленицу широкую отмечаем, танцуем, концерт смотрим. Как настроение? Настроение отличное, веселое. А еще русские игры, традиционные состязания, прогулки на конях и блинное шоу. Всего в этот день в Люберецком округе прошло более сотни мероприятий. Окончание Масленичной недели, конечно, символизирует уход зимы и приход всеми долгожданной весны. Ну что ж, начало положено и чучело горит. Древнерусский обряд на Наташинских прудах совершил глава Владимир Ужицкий. Сегодня, как и те времена, это важное дело доверяют только самым ответственным. Ведь тогда верили, что через сожжение Масленицы можно избавиться от любых бед и невзгод. Именно поэтому само чучело изготавливается по образу и подобию человека. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин